Добрый день, друзья! Для кого надоело банально питаться шашлыком в праздник дня ВМФ, запивая его водочкой, я решил обратиться к истории и сделать этот клип. Виктория при Гангуте в 1714, при Грингаме, шесть лет спустя. В 1782-м открытие Медного всадника, памятника Петру I, основателю Российского имперского флота. Седьмого же по новому стилю, но в 1803-м, вряд ли случайно, отправилась в путь первая русская кругосветная экспедиция Ивана Крузенштерна и Юрия Лисянского. И особенно интересно приглядеться к меню российских морских волков. То, что матросов надо хорошо кормить, высокое начальство всех национальностей, поняло задолго до царя Петра. Но от понимания до исполнения, дистанция не в один десяток морских миль. Стряхнем пыль с харти давно минувших дней. Вот каков был дневной рацион, по документам. Матросов в экспедициях Васко-де-Гаммы, это напомним, рубеж 15-го и 16-го веков. 600 граммов сухарей, 400 граммов солонины, говядины или 200 граммов свинины, 1 литр воды, 40 граммов уксуса, 20 граммов оливкового масла, а также лук, чеснок и другие овощи. В постные дни вместо масла рыба, рис и сыр. Но то в теории. А что было в реальности? В реальности снабженцы-интенданты воровали и будут воровать всегда, это раз. Далеко не всегда, мягко говоря, продукты хранились в надлежащих условиях, это два. Неспроста бывалые матросы учили молодых, что галеты без солевых сухари лучше употреблять в ночное время. Те галеты, правда, также походили на продающиеся сегодня в наших магазинах, как описанная венечка Ерофеевым Херес, на благородный напиток, производящийся в Испании и в Крыму. Бывало и похуже, великий французский мореплаватель Луи Антуан де Бугенвиль, старший современник Крузенштерна Елисянского, писал, «На обед мы ели крыс, и они показались нам очень вкусными». Понятно, крыса – это как-никак мясо, а до того французам приходилось вкушать кожаные мешки из-под муки. Матросу русского флота в конце 18 века надлежало получать в месяц мясо говяжьего, свежего или солонина, 5,5 кг, сухарей, 18, гороху, 4, гречневой крупой, 2,5 кг, овса, 4, масло, 2,5 кг, соли, чуть более 0,5 кг, уксуса, полкружки, водки, 28 чарок, около 3,5 литров. Любопытно, что продукты выдавались на неделю, и каждый мог распоряжаться ими по своему усмотрению, что, конечно, не добавляло порядка и чистоты на камбузе в кубриках. Подобная самодеятельность прекратилась лишь при Екатерине Великой, был установлен строгий порядок приема пищи, и тухлая говядина для борща, с которой, по легенде, начался бунт на броненосце Потемким, была повседневной реальностью. Или эта самая говядина, серечь солонина, была такой твердости, что ее размягчали в бочке с водой, да еще для уверенности на ней прыгал, умерчая дюжей матрос. Вдобавок, почти до конца 19 века на русском флоте почему-то считали, что картошка длительного хранения не переносит. Наконец, даже самый бывалый капитан очень редко мог сказать, даже приблизительно, насколько продолжительным будет предстоящее плавание. А значит, приходилось экономить буквально на всем. Впрочем, настоящего матроса баснями не кормят, ему бы что-нибудь посущественнее. Спросите любого из сухопутных о флотской кухне, наверняка скажут про борщ и про макароны по-флотски. Флотский борщ почти всегда происхождение имел, скажем так, не очень аппетитное, бульон варился из говяжьих маслов, а случайно приставшее к ним мясо отправлялось в мясорубку и смешивалось с макаронами. Конечно, в наши дни все иначе и в макароны кладется самая обычная тушенка. Вот один из рецептов флотского борща. А взамен макарон по-флотски мы предлагаем не менее достойную и не менее вкусную замену. Тем более, что гречку на Руси любили и почитали со времен поистине незапамятных. Гречка по-флотски. О том, какие спиртные напитки в каких количествах употреблялись на кораблях, мы умолчим, это, как говорится, отдельная песня. И не всегда с цензурными словами. А вот знаменитый флотский компот чтили даже самые беспросветные выпивохи. Компот флотский классический из сухофруктов. Флотская служба знатна и хороша, то всем известно, но нас упротив того столь же вредна и опасна, почему более милости и попечения заслуживает, писала Екатерина II, высочайшие заботы относились. Конечно, прежде всего к офицерам. Но офицерский камбус – отдельно, матросский – отдельно. И чаще всего вечно голодные матросы были предоставлены самим себе. У них, строго говоря, даже собственного стола не было. Медная кастрюля на семерых да деревянная ложка набрата, а на выделенном участке палубы расстилалось некое подобие скатерти для бачка и сухарей. Ели по очереди, и обед чаще всего состоял из одного блюда. Понятно, что в таких условиях начальство поощряло добычу свободными от вахты свежих продуктов, и на берегу, и в море. Поэтому с давних времен известно, что мясо морской хищницы, акулы очень недурно на вкус, а суп из ее плавников вообще считается деликатесом. Сегодня мясо акулы попадается даже на прилавках московских супермаркетов, а потому вполне возможно отведать такое блюдо, как бифштекс из акулы по матроске. А кто на большом корабле для матроса, царь, бог и батька-командир? До капитана высоко, до офицерской кают-компании, где на столе хрусталь, серебро и прочее далеко. Разумеется, боцман – старший унтер-офицер, чаще всего выбившийся из тех же матросов. Ему полагалась особая строчка в морском рационе. Картошка по боцманске появилась на столах явно в те времена, когда второй хлеб начал становиться на судах вполне привычным блюдом. Все просто, картошку отваривали, отваривали и только что выловленных кальмаров, резали их кольцами, перемешивали и от души посыпали укропом и поливали маслом. Офицеры питались в собственной кают-компании, а капитан корабля – в собственной каюте или вместе с офицерами. На каждого офицера, в числе прочего, приходились две глубокие и четыре мелкие тарелки, две ложки, два ножа, две вилки и так далее. Расходы на питание тут были совсем иными, и только в офицерской кают-компании или за столом у капитана можно было отведать такое блюдо, как свинина по-капитански. Наконец, какой же флот без адмирала? Первая русская кругосветная экспедиция вполне могла встретиться в открытом море со знаменитым Нельсоном, в честь которого уже два века называются знаменитые зразы. Известно, что сам Нельсон был в пище весьма прихотлив, и за плохо приготовленное блюдо мог приказать отвесить в оку десяток другой палок. Но вряд ли он имел какое-то отношение к вошедшему в историю блюду. Просто в те времена было модно называть блюдо в честь героев дня, так появились цыпленок Моренго, пулярка Суворов. Явно из того же гнезда родом из разы адмирал Нельсон. Кушать подлинно, садитесь жрать, пожалуйста. Вот такую подборочку я сделал, друзья. Это будет как наш флотский камбус. В дальнейшем мы продолжим эту тему. Всего доброго.